Металлический каркас ледового комплекса в поселке Новоизори вырос за два с небольшим месяца. Подрядчик должен сдать спортивный объект площадью 3600 квадратных метров к 31 декабря. В период строительства мы приступили к строительству 25 июня этого года. За это время разработали котлован порядка 9 тысяч кубов грунта. Сделали обратную засыпку, выполнили все фундаментные работы, изготовили на заводе 306 тонн металлоконструкции и их смонтировали. Такого масштабного и современного ледового дворца стоимостью порядка 400 миллионов рублей, как этот, нет ни в одном сельском районе края. На новом спортивном объекте планируют залить каток, оборудовать раздевалки, душевые и тренерские. А вокруг ледового дворца построят гостиницу, крытый бассейн и футбольное поле. Заниматься хоккеем и фигурным катанием смогут около 500 детей от 6 лет из ближайших сел района. Нам сегодня нужно создать условия, чтобы молодые ребята оставались здесь, на своей малой родине, приносили пользу ей здесь. Они уезжали куда-то там и искали лучших для себя условий. Надо условия просто создавать здесь, на месте. На содержание ледовой арены предприятие планирует тратить около 70 миллионов рублей в год. Инвесторы уверены, что будущие воспитанники комплекса обязательно станут мастерами спорта и будут представлять наш край на мировом уровне. Нам же интересно, что, допустим, через 10 лет здесь вырастет какая-то одна из самых сильных команд. Может быть, даже в стране сильная команда. Это же будет интересно. То есть мы еще раз докажем, что в любых условиях, если правильно подходить к созданию любого предприятия и правильной организации, получим всегда эффект. Местные жители уже с нетерпением ждут открытия ледового дворца. Не уверены, что он будет пользоваться огромным спросом. Дмитрий Дроздов, Андрей Печеркин. День с толком.